Ремонт асфальта бетонного покрытия. Хотелось бы остановиться. Мы, в Москве, приняли программу по развитию индустрии, отдыха и туризма. В рамках этой программы будем устраивать парки по месту жительства. Это парки на территории районов административных группов, а также знакового объекта. Понятие знакового объекта обозначает, прежде всего, создание каких-то благоприятных и, скажем так, интересных условий для жителей нашего округа. В том числе, может быть, возведение каких-то памятников, стел, создание архитектурных композиций. Вот пример благоустройства. Это сквер по Бутузовскому проспекту района Дорогомилова. Территория, прилегающая к Бутузовскому проспекту, дом 39, где располагается, собственно говоря, в настоящее время партия «Единая Россия». Благоустроен сквер. Например, территория ранее была совершенно заброшенной, благоустроена. Также набережная Тараса-Шевченко. Это такие объекты, которые притягивают население для отдыха. И сегодня мы отсутствовали для них максимально комфортные и интересные условия. Хотелось бы отметить о планах на развитие в 2018 году. 11 парковых территорий округ будет благоустраивать этим летом. Список этих объектов можете посмотреть. Общая площадь парков – это 50,3 и 2 гектара. Это действительно очень большая территория. Несколько проектов. На территории района Солнцево планируется благоустроить парк «Центральный». Как можете посмотреть, это огромное количество всевозможных зон отдыха для разных категорий и возрастных групп населения. Создание детских площадок, площадок для отдыха. С какими-то композициями монументальными. Действительно, большой и интересный будет парк. Дальше очень важно – это развитие транспортной инфраструктуры. В частности, построили станции железной дороги. Необходимо соединить их с преслежащими населенными пунктами. Один из наиболее важных маршрутов – это создание сети от Солнечной до парка. Сейчас это абсолютно заброшенное участок земли, на котором отсутствует какая-либо инфраструктура. Собственно, будет и велосипедная дорожка, и транспортная составляющая. Далее хотелось бы обратить внимание на то, что мы стараемся благоустроить не только парки, но и объекты массового притяжения. Например, в Краме, в Коми-Куре, в Углево. Сам Крам, собственно говоря, существует. Необходимо облагородить территорию ряда. Огромное количество архитектурных композиций, перкал, цветочного аромания также рассмотрено на благоустройство в этом году. Большой Орчаковский проект. Проект вращения на три года. Он начинал в прошлом году. В этом году мы будем утраивать зону, в том числе у воды, развивать транспортную составляющую. Планируем в следующем году полностью этот проект реализовать. Это будет очень большой парк, площадь и больше 12 гектаров. Интересный объект. Приезжайте к нам летом. Будем рады вас видеть и показать вам, как это выглядит в жизни. Кравчинские пруды, район проспект Лернадского, граничит с Евгозападным административным округом. Как вы видите, очень интересно. Сегодня проектировщики предусматривают не только создание дорожной транспортной или пешеходной сети из асфальта и из бетона, а это и деревянная композиция, экологичная, позволяющая сохранять природную композицию в том виде, не разрушая. Район Дорогомилова, граничный с центральным округом, скверно-студенческий. Также очень, скажем так, элитный район. И необходимо создать зону отдыха, опять же, для разных возрастных групп. Как вы видите, это и тихие места отдыха, и активные зоны для детей разных возрастных. Искусство, действительно интересный проект. Сквер за музеем «Бородинская панорама». Музей притягивает сегодня большое количество людей. Необходимо, безусловно, обеспечить, скажем так, отдых для тех детей, которые приходится посмотреть для тех, собственно, жителей нашей округи, нашей Москвы. Еще один интересный объект. Все мы знаем аэропорт Внуково. Он теперь стал международным. Но территория вокруг аэропорта не будет устроена. Районом Внуково и префектом западного Внуково будет новое решение обустроить аллею Славу. В честь летчих, которые, собственно говоря, безусловно, скажем так, заслужили определенные награды, будет обукувствовая аллея с моментальными досками и рядом с этим, с этой аллеей. Ну, вот как приблизительно это будет выглядеть, большой объект, рядом с аэропортом Внуково. Собственно говоря, следующие объекты, это несколько парков в районе метро Пионерская, Филевский парк, зоны для, прежде всего, молодежи, зоны воркаутов, спортивных площадок, опять же, геркал, зон отдыха и всевозможные другие объекты, которые есть. Далее, площадь защитников неба. Интересная композиция, район Крылатская. Мы можем с вами увидеть, здесь располагается памятник, опять же, летчиков, и, собственно говоря, решили сделать небольшой парк, украсить и осветить непосредственно сам памятник, сделать зону отдыха и, скажем так, зоны, где жители либо ветераны могут отдохнуть во время 9 мая, когда приходят на праздничные мероприятия, центральный озор, притяжение на территории района Крылатского. Достаточно, ну, можно увидеть, минимализм, да, успокость, но в то же время, опять же, эта архитектурная композиция, скажем так, позволит благоустроить район. Если говорить о двору, в территории города, в 17-м году, на слайде, вы можете посмотреть, что было благоустроено. Несколько примеров. В Москве сегодня реализуется очень интересный проект, он называется «Активный гражданин». Наверняка вы слышали о нем. Сегодня жители принимают решение, какой двор в Москве благоустроить. В 19 часов выйду в мать. В 19 часов выйду в мать. В 19 часов выйду в мать.